Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свою прогулку по Москве. Вот на этом месте мы с вами закончили нашу прошлую прогулку. Я вам уже рассказывала о том, что у меня таким чудесным образом удалились кадры. Это дом Суриметьева, Ковалева, Желтюкова. Здесь жила, я уже о том говорила. И вот именно с этого места мы с вами продолжим нашу ту прогулку, которая у нас с вами получилась. Пойдемте по воздвиженке. Пойдемте. Я предлагаю вас с собой. Ну что ж, вот это здание, оно построено в 1790-е годы по заказу Розумовского, сына графа Розумовского, знаменитого вельможи из заветенских времен. В 1799 году Розумовский продает дом своему зятю, Шереметьеву. Ну а тот, наследник знатного рода, блестящий придворный владелец лучшего крепостного театра. А Николай Петрович Шереметьев вошел в историю как меценат и благотворитель, дерзнувший к тому же на неслыханное. Презреть сословные рамки и жениться на собственной крепостной талантливой артрисе Просковье Ивановне Жемчуговой. И в этом доме Шереметьев обосновался в 1801 году. Этот год поистине был судьбоносным для графа и его избранницы. Их наролетний союз, наконец-то, был освящен узами законного брака. Однако здесь они жили недолго, вскоре они переехали в Петербург, а в 1803 году ушла из жизни Просковья Ивановна. Так этот дом стал последним московским адресом этой удивительной женщины. Ну, а граф Шереметьев посвятил свою дальнейшую жизнь делам милосердия и основал страноприимный дом. Ныне это неискрой помощь из Клифосовского, задуманной еще при жизни супруги. Ну, а что касается этого дома, то после смерти Шереметьева в 1918 году старинное особение продали под коммунальное жилье. А в конце XX века дом лишился одного из своих главных украшений – лестниц парадного входа. Ныне восстановлены эти лестницы. Дом был отреставрирован, сейчас в здании размещается Москомстройинвест и Департамент развития новых территорий Москвы. Так, мы с вами идем по воздвиженке. Этот домик я вам показывала в своем прошлом видео. Это жилой дом прокурора Синодальной конторы в 1817 годах и где-то Лиза Губок. Очень плохо видно. Там очень красивый старый домик. Я вам сейчас его с той стороны потом покажу. Так, интересно, куда этот переход ведет? Очень интересно. Прямо вот очень интересно, куда он ведет. Так. Ну, вот это здание я вам показывала. Так, давайте пойдем. Я вам покажу то, что я запланировала. Собственно, что и было целью моей прогулки сегодня. Опять вам скажу о том, что очень люблю эти два дома. И каждый из этих двух домов, конечно же, я снимала. У меня было отдельное видео. Но в этот раз я решила, я не знаю, получится у меня их объединить вместе или не получится по размеру видео. Ну, если получится, значит, вы увидите в одном видео замечательное... Вы слышите две замечательные истории. Там, тогда вот там знаменка, да? Ага, тогда мы тоже пока так-нибудь пойдем. Две замечательные истории об этих зданиях. В прошлый раз я когда шла, я снимала на той стороне. Но я понимаю, что с этой стороны, конечно же, здание выглядит лучше. Полностью его можно заснять. Поэтому я уже как бы наученная и пошла по этой стороне. Особняк Морозовых. Я говорю об особняке Морозовых. Вот он уже здесь начался, с этой стороны. Здесь вот дом Морозовой, матери Морозова. А вот это сам дом, который построил брат Арсений Морозов. Ну, брат вот этого знаменитого предпринимателя, мецената Морозова. К сожалению, видите, мы не можем его со всех сторон рассмотреть, потому что там везде заборы. Сейчас я вам попробую поближе. Очень красивый дом. И, конечно же, вот в данном случае не рассказать историю этого дома, а его лучше зачитать. Смотри, какая там ажурная, очень красивая отделка. И, конечно же, я не смогу рассказать. Я знаю историю этого здания, вот постройку. Но будет более компетентно, более полно, если что-то я зачитаю. Поэтому давайте мы эту историю послушаем. И я вам этот дом покажу. Как уверяет молва, младший сын Морозовой Арсений, побывав в гостях у брата, заявил, что поручит создать для него самый необычный дом в Москве. С этих слов и началась жизнь дома на Воздвиженке. Ранее на месте дома номер 16 размещался конный цирк. И до 1892 года у владельца столь успешного предприятия Карла Маркуса Динне была, пожалуй, одна забота, да и та, на его взгляд, пустяшная. В церкви наверху, на галерее, там, где располагались самые дешевые места, царила ужасная теснота, отчего у посетителей случались обмороки. Зато пожар в этом же году был куда страшнее. Деревянное здание сгорело, практически без остатка. И на воссоздание церкви у импресарио средств не нашлось. Освободившийся около ее дома участок купила Варвара Алексеевна Морозова, решив сделать подарок младшему сыну Арсению на его день рождения. Архитектором пригласили Мазырина. Тот подготовил проект дома в русском стиле, который был отвергнуть Арсением решительно. Определиться же с тем, чего он хочет, будущий владелец никак не мог. Чтобы создать самый необычный дом в Москве, заказчик и архитектор отправились длительное путешествие. Париж, Мадрид, Лиссабон. В поисках вдохновения путешественники приехали в португальский город Синтру. Места, воспетые Байроном. Дивная природа, замок на скале, построенный в стиле Мануэлина. Витые колонны, причудливый орнамент. Местическое, словно заколдованное место, способное остановить время. Ну, понятно, что на этом поиски были закончены. В 1897 году 7-летняя дочь Мазырины, Лиза, заложила первый камень в основании будущего дома, и работа закипела. Казалось, что для Мазырина нет препятствий. Замок в Синтрию, вид гроздья винограда. Хорошо, в Москве вместо живого винограда появится каменный орнамент. В 1899 году строительство было окончено. На воздержанке появился дом, пройти мимо которого было невозможно. Дом был принят в московской публике в штыки. Разгромные статьи, злые шутки, реликатуры. Дом называли образцом безвкусия. Говорят, что Варваре Алексеевне дом не понравился. Якобы она сказала сыну, раньше я одна знала, что ты дурак, а теперь об этом узнает вся Москва. Впрочем, сам Арсений на слухи никакого внимания не обращал. В доме закатывались грандиозные попойки, а Морозов-младший увлекся мистическими и эзотерическими науками. На доме был выточен узел из канатов, талисман благополучия и долголетия. Но с долголетием не вышло. Однажды в пьяной компании Арсений поспорил, что прострелит себе ногу и не закричит от боли. Тем самым докажет, что человеческая сила воли безгранична. Он выстрелил, не закричал, спор выиграл, да и продолжал выпивать. Спорт между тем скопилось в сапоге, произошло заражение, в втором времени Арсений скончался. Чуть позже выяснилось, что все свое имущество, 4 миллиона плюс особняк, Морозов-младший завещал не бывшей жене и дочери, а любовнице. Вдова обратилась в суд, все это оспаривалось, но выиграла любовница. После революции в особняке Морозова разместились анархисты, затем поселили пролет-культ. Первый рабочий театр пролет-культа, где ставили свои спектакли из Эйнштейна и Мейрхольд, был весьма своеобразным. Чтобы понять, насколько, достаточно вспомнить Колумб из «Двенадцати стульев» с его колоритными героями. Но невзыскательные публики такие бесшабашные постановки нравились. Но талантливые режиссеры предпочитали другого зрителя. В 1932 году пролет-культ распался, а театр переехал с воздвиженки еще раньше. С 1928 года дом номер 16 был отдан под резиденцию японского посла. В военные годы здесь располагалась редакция английской розетты «Британский союзник». А с 1952 по 1954 год посольство Индийской республики. С 1959 года особняк почти на полвека занял дом дружбы с народами зарубежных стран. В 2003 году было принято решение размещения в бывшем владении Морозова дома приемов правительства Российской Федерации. И что и произошло после реставрации в 2006 году. Ну, вот такая история у этого дома. История интересная. Дом очень красивый. Очень красивый. То есть просто, да, вот выходишь на метро. Выходишь из метро Арбатская. Вот. Отсюда. И первое, что бросается в глаза, это вот эта вот красота, вот этот дом. А вон, видите, с левой стороны наверху торчит такой высокий с зубчиками дом. Вот к нему мы сейчас отрасли пойдем. Это второй объект нашей прогулки. Моей прогулки с вами. Вот. Этот дом тоже, кстати, очень красивый. Сейчас мы тоже к нему подойдем. Вот этот вот. А потом пойдем к тому небоскребу. Это один из первых небоскребов Москвы. Дом Моссельпрома. Очень интересное место. Я надеюсь, мне сейчас удастся полностью все, что я хочу там увидеть сама и показать вам. Мне это все удастся сделать. Ну, а пока пойдемте, пойдемте сейчас через переход пойдем. Смотрите, птички. По-моему, столько голубей, сколько здесь нет, во всей Москве. У них тут, по-моему, это, тусовка. Тусовка конкретная абсолютно. Прямо море. Море птиц. Май! Они сейчас на меня полетят. О, какая красота. Так, мы с вами проходим мимо недавно отреставрированного кинотеатра художественный. Вот он. Тоже надо туда сходить вовнутрь. Там все вроде как восстановили. А вот здесь, видите, где транс стоит. Там раньше был дом. Я его помню. Тоже у меня на фотографии, на видео есть. Я прямо летописец сломанных, разрушенных зданий. Вот. Вот кинотеатр художественный. Он теперь как-то по-другому называется. Может, туда можно зайти сейчас? Давайте попробуем туда зайти. Потом вот этому мастер-прому дойдем. Уже следующее видео надо будет снимать. Это, так, тут премьера художественный электротеатр. Премьера, заговор в Таире. Ну, как всегда, экскурсия. Так всегда. Кстати, здесь вот вход-выход из метро Арбатская, голубая ветка, Филевская. Видите, она сделана в форме звезды. Недавно прочитала об этой станции. Она так спроектирована в форме звезды. Брельефы такие интересные. Даже если мы сейчас зайдем, нас же не пропустят. Давайте попробуем. Ой. Попробуем. А, закрыто. Закрыто. Оттуда вход, оттуда сбоку, наверное. Написано, что вход здесь. Так. Ну, ладно. Так, там, видите, Прага ресторан. Старый и новый Арбат. Туда мы с вами тоже пойдем. Не знаю, сегодня или нет. Но пойдем обязательно. А сегодня к мост Сельпрому. Вон он, красавец. Уже его видно. Стоит. Сейчас туда вся эта группа пойдет. И я там ничего не смогу снять. Что-то у них вход там, где выход, что ли. Непонятно. Извините, а где у вас вход? А, здесь вход? Спасибо. 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 Продолжение следует...